Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня мир безумия снова приветствует тебя! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку спонсировать или переходи по ссылке в закрепленном комментарии Но где, блин, моя сайга? Как я мог забыть у костра верное оружие? Впрочем, чего удивляться? Это ж сон! И вообще я словно в чужом теле! Оглядев себя, обнаружил, что я одет как-то странно. Форму пиндовского солдата. Вот почему так холодно. За щитой от наших морозов амерское шматье справлялось не очень. Тут я ощутил гордость за свою страну. Ладно. Если уж не получается проснуться, посмотрим, что будет дальше в этом забавном сне. Не таясь, вышел на свет. На поляне горят несколько костров. Я направился к ближайшему. Твою ж мать, ну и холодрыга! Несколько человек, сидящих возле огня, обернулись. Эй, твою мать, Алекс! Мы думали, тебя сожрал, долбанный медведь! Где ты был? Говорят на английском, но с гнусавым переводом поверх основной дорожки. Заткнись, Майк! Услышал я слова, которые вылетели из моего рта. Тоже на этом проклятом наречии. Уже и посрать не сходить без ваших гребаных комментариев! Я чуть не залез в костер. Так было холодно. Не шуми, рядовой! У всех едет крыша в этой жуткой стране! И нас все меньше и меньше! Майк печально пригладил соломенные усы. Глотни-ка лучше самогончику! Е-бой! Забрав пластиковую бутылку, я жадно влил в себя обжигающий напиток. О, мой боже! Остановись! Тебе же станет плохо! Ты пьешь прямо как эти русские! Зая-бись! Ответил я. Мне все больше нравится этот сон. А что, если это на самом деле? Вдруг мухомор перенес меня в тело пиндоса. Надо этим воспользоваться. Они наверняка не просто так мерзнут в лесу. Нас ищут. Не понимаю, зачем мы тут? Громко спросил я. Сидели бы лучше на базе в тепле. Солдаты переглянулись и посмотрели, как на больного. Ты потише болтай такие вещи, Алекс. Наклонившись ко мне, сказал Майк. Я бы тоже не прочь оказаться в городе. Меня там Машка ждет со своим ненасытным ртом. Или к Светке она в постели, признаюсь бревно бревном. Но у нее полный погреб капусты. Какой вкусный борщец варит. Но приказ есть приказ. Ловим опасных преступников, сбежавших с арены жести. Мне-то вообще на природу выбраться всегда в кайф. А уж пострелять. Если бы еще не этот долбанный фрик Юрик, правая рука полковника, совсем не дает продыху. Так он тоже здесь. Ты дурачок. Забыл, как получил от него пинка под зад, когда замешкался на марше. А, да, точно. Мозги от холода совсем не варят. Ништяк. Мне предоставлен шанс грохнуть Юрика. Тот ведь затеял эту операцию неспроста. Хреново ему поди без своей чудо-жабы. Хочет вернуть. Да только хрена ему лысого. Сейчас пойду и вольну козла паршивого. У тебя не от холода, а от самогонщика башка не соображает, Алекс. Все у меня нормально, задрал уже Майк. А где сейчас Юрик? А тебе зачем? Как обычно в своей командирской палатке у печки греются с лейтенантом, твари. Эй, какого черта ты делаешь? Ты куда, пьяный идиот? Да что-то опять кишки скрутило. Пойду отправлю факс. Смотри, не примерзни коричневому айсбергу, Алекс. Иди к черту. Стоп, Алекс. Опять винтовку оставляешь, засранец. Майк бросил мне М-14. А кто получит по заднице, если тебя встретит патруль? Конечно, Майкл. Твой мать твою капрал, между прочим, который так себя отымеет, что неделю срать не сможешь. Блин. Я с трудом убрал палец со спускового крючка автоматической винтовки. Нет. Если выстрелить в капрала, пиндосы переполошатся. И я проснусь, так и не прикончив Юрца. Отошел за деревья. Карельский мороз тут же прихватил конечности. Сука. Тело этого Янки совсем не годится для нашего климата. Зря они сюда полезли. Я тихо обошел отдыхающих возле костров солдат. Вскоре показалась большая армейская палатка. Внутри топится печь. Из жестяной трубы летят искры. Возле входа неспешно беседуют трое воинов. Такс. Надо обдумать план действий. Может спороть палатку, ворваться внутрь и нашпиговать всех пулями. Или дождаться, когда выйдет, подойти и обнять за плечо с гранатой в руке. Я шпиндос. Осмотрел свое обмундирование. Вообще тоска. Ни гранат, ни запасных магазинов, даже ножа нет. Ладно. Подождем Юрца тут. Он по-любому выйдет пасать или покурить. Главное не околеть, пока жду. Чтобы хоть как-то отлечься от пронизывающего дубака, я принялся шарить по своим, точнее по карманам тезки пиндоса Алекса. О, ништяк. Во внутреннем кармане обнаружилась пачка мальбора с тремя штучками и зажигалкой внутри. Наверняка он шмалял их только по праздникам. Я тут же прикурил и с наслаждением втянул крепкий дым. Клевый табак. Эх, так ведь и не разжился с запасами курева в городе. У палатки началось шевеление. Я втоптал окурок в снег и поднял М14. Откинулся полок, наружу вышел худощавый Амер и следом сам Юрик собственной персоной. Они не могут меня видеть, я скрываюсь за ветвями елок. Зато враги как на ладони. Не могу расслышать, что там втирает пиндос, но только Юра с кислым видом смотрит на окрестности, отхлебывая пиво из бутылки. На нем шерстяной шарф, намотанный поверх дубленки, и забавная шапка петушок. Я прямо видел, как ему тоскливо беззюзи. Чокнутый чувак. Собрать отряд сотню бойцов ради какой-то жабы. Откинув ненужные мысли, я начал прицеливаться. Сейчас, гаденыш, отправлю тебя к твоему богу смерти. Но так и не успел выстрелить. Начался резкий кипиш. Рация на мне заголосила. Внимание! Боевая готовность всем подразделениям. В нашем секторе замечено движение. Алекс, мать твою! Крепкая рука схватила за шиворот и как следует тряхнула. Посрал уже! Тогда вперед! Что случилось? Противник рядом! Приказ прочесать лес! Но, блин! И Юрий куда-то подевался, черт побери! Тычками и затрещинами капрал Майк выстроил в цепь наше подразделение. Велел стрелять только на поражение. Блин! А если там кто-то из наших? Что ж, я постараюсь защитить своих друзей. Чего бы это ни стоило. Пусть это тело не такое тренировное и мускулистое, как у оригинального Санька. Зато дух неустрашимого воина и яростная отвага всегда со мной. Включив фонари, мы двинулись в мрачный лес. «Гоу! Гоу! Гоу!» Выкрики со всех сторон. «Группа Дельта Браво! Плотнее ряды!» Шепчет рация. Я с завистью заметил у нескольких бойцов приборы ночного видения. «Почему мухомор не закинул меня в такого топового солдата? Достался, блядь, непрокаченный перс!» «Там движение!» Заорал кто-то. «Твою мать, где? Дайте целеуказание!» Грохнул выстрел из глубины леса. У пиндоса справа снесло каску вместе с добрым куском черепа. Все своплями попадали в снег, застучали очереди. Глядя на остальных, я тоже залег. «Обставить огонь!» Прошипела рация. «Беречь боеприпасы и двигаться вперед!» «Гоу! Камон!» «Камон, блядь!» Проворчал я, поднимаясь и отряхивая снег. Вскоре вышли на прогалину. Ветер разметал облака. Как прожектор вспыхнула луна. Ништяк! Давно ее не видел. Даже невольно залюбовался ночным светилом. Удар по каске прервал мое наслаждение природой. Передо мной возник капрал Майкл, нервно дыша сквозь зубы. «Чего стоим, увольни!» Обратился он ко всем. «Ты!» 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 «Бегом вперед!» «Блин!» На меня, конечно же, указал палец командира. Пусть это и сон, но гнать вперед под пули совсем не хотелось. Даже в танчиках никогда не светил, предпочитая кустовую тактику. Ладно, погнали, может пронесет. Мы с парой таких же бедолаг рванули через открытое пространство так быстро, насколько позволял глубокий снег. Стараюсь держаться чуть позади, помня, что первыми убивают самых торопливых. Холод больше не терзает, наоборот, весь змок от пота. «Успею ли залечь, когда неизвестные стрелки откроют огонь? Или нас срежут самой длинной очередью?» «Черт!» «Внутри все сжимается, каждую секунду ожидаю коварную пулю. Но неожиданно оказались в тени деревьев. Зашибись, мы сделали это!» Остальная толпа двинулась через поле. «Молодцы, парни! Не подвели своего капрала! Навалили штаны, небось!» Засмеялся подошедший Майкл. Я не успел ответить едким комментарием. Что-то зашуршало в ветвях. С елки ухнув, сошел пласт снега. Быстрый свист меня окатило горячими брызгами. Капрал Майк замер, медленно оседая, с торчащим из лица топором. Снова стрельба без разбора во все стороны. Еще один боец рядом свалился, пробитый пулей. Тут я заметил серую тень, перемахнувшую с дерева на дерево. «Егорыч!» Только он способен на такие трюки. Но заметил не только я. Солдат с ПНВ уже вовсю поливал огнем эти деревья. Не позволю убить ветерана. Я направил на врага свой ствол и нажал спуск. Очередь прошла где-то в стороне. Пиндос недоуменно завертел репой. Вот гадство, косая винтовка. Не то, что моя тюнингованная, заботливо пристреленная сайга. В следующий миг еще одна меткая пуля разнесла на куски прибор ночного видения. Труб, крутанувшись, отлетел с угроб. «Давай, дед, за родину!» Заорал я, шпигуя огнем проклятых хамеров. Один за одним падают вражеские солдаты. Кто высовывается, тут же получает промеж глаз. Сплошные хедшоты. Красава, Егорыч! Я вышел из-за дерева в полный рост, замахал руками, позабыв о том, что я для старого такой же вражина. Белая вспышка. Лес исчез. Точнее, теперь он где-то внизу. А на фоне луны проплыла обидная надпись «Гейм Овер». Вот и мне досталась дедова пилюля. А умирать-то оказывается совсем не больно и не страшно. Я летел кайфуя над серебряной залитой луной светом тайгой. Снизился над полем боя. Да, много фрагов сделал Егорыч. Гораздо больше, чем я. Остатки отряда в ужасе отступают к лагерю. Я через печную трубу влетел в палатку. Юрик в ярости. Рвал карты и опрокидывает стулья. Двое пиндосов пытаются угомонить. Заливаясь беззвучным смехом, я вылетел наружу. Тут же подхватил ветер, понесло в сторону застывшего моря. Вскоре внизу возник город, Кандалакша. Ее очертания я сразу узнал, хотя всего однажды пролетал на дельтаплане. Как там полковник поживает? В ту же секунду швырнуло вниз, прямо в дымящуюся трубу ТЭЦ. Пролетев по широкому жерлу, оказался внутри логова оккупантов. Я пронесся сквозь стены и коридоры, заполненные работающими людьми, и оказался в просторном зале. Накрытый стол прогибается от угощений. Будь у меня тело, я бы пустил слюну. За столом полковник Уайт и... Белый Брахма. Они непринужденно общаются, смеются и пожимают друг другу руки. Мне захотелось подлететь ближе и послушать, о чем они говорят. Но в этот момент все померкло. О бедах, хлопцы, просыпайтесь! Я открыл глаза и тут же зажмурился от едкого дыма. Егорыч закидывал снегом костер. Который час? Поднял голову Валера, надевая очки. Что происходит? А, моя шуба! Она вся в пепле! Вскочила Лена. Я спокойно передернул затвор сайги и заглянул в глаза Старча. Пиндосы! Они, мать их ети! Блин! Сдрогнул Валера, хватая вепрь. Много? Цельный батальон! Ох, чует, сердце скоро сюда нагрянут! Убираться надо б на отседого! Сборы прошли молниеносно. Черт! А ведь патроны не утащить! И большую часть оленевого мяса! Как не противится моя натура запасливого жевальщика! Но добычу придется бросить. Скоро сейчас важнее. Что бы не было так горько и обидно, под ящики установил парочку гранат. Ништяк! Может, еще и патроны детонируют. Это будет феерично. Жаль, не увижу. Грустно улыбнувшись, я поскакал догонять наш маленький отряд. Бежим молча. Сильное тело работает, как часики. Скорее всего, мухоморы восстановили мое психофизическое состояние. Егорыч тоже бодрячком. Даже умудряется на бегу смолить самокрутки. Я тоже попробовал, но чуть не задохнулся. Ну, нахрен! А вот ленья с Валерой явно нелегко. Камрад постоянно стонет. Лицо раскраснелось. Очки на бекрень. Хм. О чем ты думал, глупый айтишник, отправившись на войну неподготовленным? Девушка не отстает, но дышит громче, чем во время наших разнузданных актов любви. Чтоб ей было легче, забрал шубу и, свернув трубочку, сунул в рюкзак. Вот теперь красота. Налегке моя ненаглядная понеслась, как лань. Я с трудом поспевал, хотя аппетитная попка, красиво прыгающая в поле зрения, придавала энергии не хуже, чем всем киспауна. А-а-а-а! Хрипящий вопль. Обернулся. Камрад на коленях, глаза бессмысленные. Упав на спину, он уставился в небо. Да. Вот так тупо развалился, блин, посреди дороги. Подошел к Валере. Валера, вставай, надо идти. Не могу. Не гони, подумай о семье. Скажи им, что я погиб как герой. Блин, ты заколебал. Оставь меня, Санек, или пристрели. Валера картинно закатил глаза. Признаюсь, возникло такое желание, но выстрел услышат враги. Наклонившись, выхватил вепрь. Глаза под очками округлились. Что ты делаешь? Тебе все равно больше не понадобится. Перевернув айтишника, сдернул его котомку. Блин, Саня, не надо, отдай. Отдыхай, дружище, ты же устал. Ну, я буду отстреливаться. Ага, конечно. Ни разу не видел, чтобы ты в кого-то попал. Я достал из разгрузки очередную гранату. Держи. Когда пиндосы будут рядом, дерни кольцо. Вложил в его ладонь холодную ребристую эвку. Валера побледнел и резко поднялся на ноги. Что-то мне уже лучше стало. Друг вернул лимонку. Смотри, я могу бежать. Вот гад. Даже не забрал карабин и рюкзак. Ну да ладно. Мне не тяжело. Лишь бы топал очкастый. Еще не успел догнать убежавших далеко вперед Лену с Егорычем, как прогремел взрыв. Мы с Валерой переглянулись. Дорога здесь забирает вверх и хорошо видно поднимающиеся над лесом облачко дыма и снежной пыли. Что это было? Прошептал Валера. Пиндосы. Я сплюнул. Добрались до нашей стоянки. А я им там сюрприз приготовил. Ядерную бомбу что ли? Не. Миксанул гранаты с патронами. Не будет теперь у них наших патронов. Ха. Валера внимательно посмотрел на меня и сказал. Иногда я жалею, что связался с тобой. А я с тобой. Че стоим? Эти гады сейчас конкретно обозлились. Погнали. Минут через пять настигли своих. Где вы пропадаете? Уже замерзло вас ждать. Я молча вернул шубу. А че стоите? Бежали бы дальше. Ну вы же отдыхали. Мы тоже решили отдохнуть. Тем более дедушке тяжко. Ха. Тяжко ему. Рассмеялся я, помня выходки сумасшедшего деда. Не, Егорыч. Че правда? Старик сидит, тяжко сгорбившись в сугробе. Правду девка молвит. Выступайте, сынки. А дед передохнет, да встретит как следует фашистов клятых. Все стоят молча, не зная, что сказать. В глазах Лены слезы. Я один не верю, что свирепый лесник может умереть. Гранат тебе оставить? Спросил я. Не надо в награнатах, Энтих. Отмахнулся дед. Так управлюся. Он поднял голову, и я прочитал в его глазах несгибаемую стальную ярость. Увидимся, Егорыч. Дастобог. Тут мой слух различил собачий лай. Черт. Схватив схлипывающую Лену за руку, не оглядываясь, побежал. Теперь нужно чесать в схрон и не останавливаться. Выдержит ли девушка многочасовой марш-бросок? Блин, как накаркал. Полчаса спустя она начала задыхаться, хватаясь за живот. Шуба давно потерялась где-то по дороге. Лена, что с тобой? Не знаю, тошнит. Сейчас вырвет. Странно. Мы все ели одно и то же. Может, просто устала. Ну, чего вы там? Валера тоже остановился. Лену тошнит. Отравление? Не похоже. Ха. Ну, тогда, скорее всего, токсикоз. Токсикоз? Чё это за херня такая? Не понял я. От радиации, что ли? Тогда нужно быстрее в схрон, там лекарственные препараты. Любимая, можешь идти? Саша, прости, не сказала сразу. Простонала Лена. Что не сказала? У меня задержка две недели. Какая ещё, блин, задержка? Внезапно я всё понял. Как взрыв водородной бомбы. Ты что, беременна? Она медленно кивнула, испуганно глядя в глаза. А, Валера, слышал? У меня будет ребёнок. Будущий спаситель человечества. Поздравляю. Хмыкнул друган. Я крепко прижал к себе Лену. Сказал. Мы обязательно выберемся, любимая. Я сделаю всё, чтобы ты была в безопасности. У нас будет ребёнок. Поверить не могу. Давай, вставай. Пойдём потихоньку. Её качнуло и тут же шумно вырвало. Я аккуратно придержал за плечи. Где-то позади, совсем недалеко, зазвучали выстрелы. Что-то шарахнуло. С окрестных ёлок взмыли встревоженные вороны. Саня, произнёс Валера. Что? Я остаюсь. Устал бояться. Егорыч там погибает. Я... Я не могу больше убегать от опасности. Глаза под очками грозно сверкнули. Пойду с тобой. Нет. Вы с Леной такие молодые. Вы должны жить. И ваш будущий ребёнок. Только прошу, Саня, позаботься о моей семье. Хорошо, друг. Прости, что стебал, комрад. И ты извини. Мы пожали руки. А, да, вот ещё. Склонив голову, он протянул Зюзю. Сохрани её, пожалуйста. Хорошо. Я сунул жабу за пазуху. А мне дай гранату. Конечно. Держи. Я больше никогда не сдамся в плен. Прощай, тупой эгоистичный качок. Прощай, очкастый хер. Мы рассмеялись. Потом Валера сдёрнул с плеча вепрь, натянул капюшон и быстрым шагом направился в пекло кипящего неподалёку боя. Мы с Леной, взявшись за руки, смотрели на одинокую удаляющуюся фигуру. Я с болью в сердце понимал, что больше никогда не увижу верного товарища. Внезапно Валера резко развернулся и быстрым шагом направился к нам. Похоже, передумал. Что ж, его можно понять. Блин, чуть не забыл. Друган залез в рюкзачок и достал завёрнутый в пакет Иксбокс. Передай это моим детям. Хорошо. Я взял приставку. Валера. Ладно, всё. Давайте, пока. Он махнул рукой и побежал прочь, на этот раз не останавливаясь. Выстрелы и яростные крики всё дальше. Зубы стиснуло в бессильном гневе. Я должен быть там. Принять смерть вместе с боевыми товарищами. Лену тошнит, но она продолжает бежать. Умница. Я верю, она сможет. Поскорей бы добраться в схрон. У меня назрел один план. Спустя много часов изнуряющего бега, слёз и соплей, мы вышли на заветную поляну. Наконец-то дома. Лена, бессильно висевшая на моём широком плече, взвизгнула от радости. Я откопал вход и вставил ключ в радостно лязгнувший дверной замок. Не разуваясь, мы прошли в комнату прямо по ковру. Лена едва переставляла ноги, да и я сам не в лучшем состоянии. Уложив девушку на кровать, снял с неё сапоги. Совсем устала, бедняжка. Только бы это не отразилось на ребёнке. «Отдыхай, любимая», – нежно сказал я. Включил отопление на полную. В наше отсутствие система поддерживала температуру чуть выше нуля. Нашёл в кладовой пятилитровую банку, подогрел воды в чайнике и залил немного. Посадил туда бородавчатого питомца. Удивительно, но Зюзя пережила этот марш в моём потном внутреннем кармане. Сходив в оружейку, вернулся с кордом на плече. Мой корпус пересекли пулемётной лентой, как у революционного матроса. «Саша, ты куда?» «Надо». «Не ходи!» «Я вернусь, любимая. Запри двери, никому не открывай». «Но пусть это останется у тебя». Я протянул сайгу. «На всякий случай». «Нет!» Прервал слезливую сцену своим решительным уходом. Надо спасти друзей. Ну или на крайняк отомстить. Устроить оккупантам кровавый кошмар. На улице я сдёрнул припорошенный снегом брезент и уселся на трофейный снегоход. Отжатый у банды седого. «Ништяк!» «Совёлся собака!» Придерживая одной рукой пулемёт, другой я рулю между деревьев. «Скорее!» «Скорее!» Вырвавшись на дорогу, выжил полный газ. Снегоход рванул со всей дури, оглашая лес дьявольским воем. Через час сбавил ход. Где-то здесь мы расстались с Валерой. Вон пятно, тут Ленку стошнило. Я прислушался. Ни выстрелов, ни криков. Только ледяное безмолвие. Дальше поехал медленно, каждую минуту ожидая любую пакость. Перевалил бугор и чуть не вскрикнул. Даже мои закаленные апокалипсисом нервы оказались не готовы к такому. Дорога бурая от крови. Кругом выпотрошены и расчленённые тела американских морпехов. Вороньё уже начало своё пиршество. Я слез со снегохода и, взяв тяжёлый пулемёт на изготовку, отправился вперёд. Охренеть! Как удалось Валере с Егорычем перебить всех пиндосов? Не терпится об этом расспросить. Внимательно осмотрел исковерканные трупы. Но, слава богам, здесь нет моих товарищей. Выходит, я зря приехал. Зря тащил эту чудовищную бандуру и жёг драгоценный бензин. Даже не оставили ни одного паршивенького янки. Что это? Показалось или вправду кто-то стонет? Я отправился на звук, готовый в любую минуту шарахнуть очередью. Камрад, это ты? Санёк! По белевших пальцах Валеры я заметил гранату. Тихо! Где кольцо? Отшвырнув пулемёт, аккуратно забрал лимонку и вернул на место кольцо. Ты чё как, ранен? Не видишь что ли сам? Я истекаю кровью. Да фигня! Черкануло слегка. Жить будешь. Чё, правда? Помоги тогда встать. Я подхватил Валеру под плечо и двинулся к снегоходу, не забыв корт, конечно. Что тут за бойню вы с Егорычем устроили? И где, кстати, старикан? Не знаю. Что за чёрт меня сейчас вырвет? Друган наступил в чьи-то кишки. Я прибежал на выстрел и увидел солдат и начал целиться. А потом что-то взорвалось рядом. Меня отбросило в кусты. Дальше ничего не помню. Когда пришёл в себя, сразу гранату достал. Уже приготовился умереть. Спасибо, Саня, что вернулся. Не за что. Надо найти деда. Но как мы ни старались, как ни кричали, Егорыча нигде не видать. Как сквозь землю провалился. Ни следа, ни клочка седой бороды. Ну, хорошо, хоть не убили вроде. Санёк, а где моя зюзи и приставка? Спросил Валера, когда мы уже ехали домой. В схроне. Потом отдам. А зачем тебе жаба? Буду изучать. Вдруг я тоже стану смелым, как ты. А ты в курсе, что эта амфибия обладает психоделическими свойствами? И что? А то. Можешь в лёгкую словить бэт-трип. Блин, я как-то об этом не подумал. А как же Юрик? Он долбанутый маньяк, грохнувший на арене не одну тысячу человек. Хочешь быть таким же? Ну, не знаю. Камрад на минуту умолк. Нет, всё-таки отдай мне её. Ладно. Заеду через пару дней и отдам. Заодно съездим, проведаем Егорыча. Что-то я волнуюсь за старче. Доставив Валеру в целости и сохранности к порогу его бункера, помчался в схрон. Только бы хватило топлива, я не вынесу снова месить ногами грёбаный снег. Переживания были напрасны, хоть и доехал на последних порах. Давно горела лампочка, стрелка на нуле. Замаскировав технику, спустился в схрон. Меня встретило уютное тепло и полумрак. Горит только ночник. Ленка тихонько сопит под одеялом, свернувшись калачиком. Я тихо разделся и собирался пойти в душ, но уловил сказочный аромат. Любимая приготовила ужин. Поспешил на кухню, где меня встретила целая кастрюля и ещё тёплых макарон с тушёнкой. Ништяк. Под это дело вынул из шкафчика скучавшую по мне бутылочку виски, налил полную кружку. Как же давно так сытно не ел. В тишине и безопасности своего убежища. Я довольно откинулся на спинку стула и тут взгляд упал на банку. Жаба сиротливо смотрит на меня через стекло. Блин, надо подумать, чем её кормить. Но это всё завтра. Отнесу лучше банку вниз, там потеплее возле ретега. А вось не подохнет до утра. А если и откинет ласты, слышал, можно курить жабьи шкурки. Делать я это, конечно, не буду. Пусть качкастый экспериментирует, раз считает себя мегамозгом. На нижнем уровне действительно теплей. Я поставил банку на табурет, поближе к пышущему жаром кожуху ретега. Ну всё, спокойной ночи, Зюзя. Тут мой взгляд выхватил паутинку в углу склада. Метнувшись туда, поймал парочку жирных пауков, кинул жаби и с умилением проследил, как она смахнула их своим липучим языком. Оголодала совсем. Может, не отдавать айтишнику? У него же коты, дети, тёща. Замучают бедное животное. А у меня тут просто рай. Сделаю потом террариум. Мои размышления прервал протяжный скрип люка, ведущего в подземелье. Я похолодел. Рука метнулась к поясу, где обычно висит револьвер. Пусто. Блядь, я же оставил его на кухонном столе, когда хавал рожки. Всё это вихрем пронеслось в голове, а тело уже разворачивалось, принимая боевую позу. Санёк, бля, ты какого хера тут делаешь, на? Конец первой книги С возвращением в реальность. Если вам понравились наши путешествия в мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...